Кому может очень больно аукнуться арест Насирова? Коррупционеров, которых он сдаст? Или политикам, в случае, если они развалят дело? Обязательно спрошу у гостей черного зеркала, уже совсем скоро. Пока же расскажу вам о самом главном налоговике. Вокруг него продолжаются судебные страсти. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения Роману Насирову. Об этом говорится на странице САП в Фейсбуке. Напомню, в ночь на 7 марта Соломинский райсуд столицы назначил главному фискалу двухмесячный арест с возможностью внести залог в 100 миллионов гривен. Антикоррупционеры считают эту сумму мизерной и просят увеличить залог пропорционально нанесенным государству убыткам. А это 2 миллиарда гривен. В понедельник, 13 марта, в апелляционном суде Киева состоится заседание по иску адвокатов Насирова. Защита уверена, что доказательств против их клиента нет. И просят выпустить налоговика из Лукьяновского СИЗО на свободу. При этом заверяют, 100 миллионов гривен для Насирова сумма неподъемная. Но в САП в это не верят и стоят на своем. Мы в своих доказах впевнены. Мы хлопотали про 2 миллиарда гривен и обгрутовали эту сумму из одного взбитка. Тому мы, власне, чему прокуратура оскаржила решение суду первой инстанции, оскільки мы не согласны с суммой заставы. И будем хлопотать все-таки про ее сбільшение. Антикоррупционная прокуратура считает, что это малая застава. И хлопотает про заставу в размере 2 миллиарда гривен. Вносить даже залог. Сейчас Роман не имеет возможности, не имеет, видимо, средств или желания. Если бы у него были эти деньги, он бы, возможно, их уже и внес. Но, насколько я знаю, что он не планирует их вносить.